Друзья, вы смотрите самую спортивную программу телерадио компании «Вектор» и я ее ведущий Павел Науменко. И сегодня в эфире начнем с традиционного спортивного дайджеста. О пользе скалолазного вида спорта говорим и тренируемся вместе с Ниной Никитиной. Друзья, ну и в завершении программы. Барабанная дробь, сам волнуйся. Новая рубрика. Влог спортивного корреспондента. 21 мая в спортивном комплексе «Нефтяник» прошло открытое первенство города Губкинского по восточному боевому единоборству, посвященное Дню Победы. За первенство на татаме боролись более 70 каратистов из Ноябрьска, Муравленка и Губкинского. Этот турнир командный, то есть личных первенств нету, выступает команда по капиталу. На данных соревнованиях участвуют победители, призеры всероссийских соревнований. Мы недавно приехали с Рязани, там достаточно медали привезли и младшие, и старшие. Одна девочка у нас выполнила норматив мастера спорта. По результатам соревнований в командных поединках губкинские каратисты завоевали 7 медалей, две из которых высшие пробы. Друзья, небольшой анонс. 28 мая в рамках городского фестиваля Сабантуй самые сильные примут участие в соревнованиях «Кантовка о покрышке». Атлетам предстоит перевернуть покрышку 6 раз за минимальное количество времени. Основная сложность этого соревнования заключается в том, что покрышку нужно оторвать от пола, а вес ее составляет 350 килограммов. А главный приз, за который будут бороться участники, это «Живой баран». В Губкинском работает новый тренер по баскетболу из Санкт-Петербурга – КМС Владимир Соботский. Большую часть своей жизни он посвятил этому виду спорта. Молодому тренеру всего 25 лет. Планы грандиозные. После своей уже игрозкой карьеры решил дальше развивать. Как раз-таки поступило предложение в начале декабря. Позвонили, сказали, что есть возможность развивать баскетбол на Ямале. Я с радостью согласился. Приехал сюда, в принципе, всем доволен. То есть идет действительно хороший процесс. Также прогресс хороший уже прошел по набору ребят. Сейчас тренируется практически уже сотня человек. Занимается баскетболом в Губкинском. Посмотреть на молодые дарования губкинского баскетбола пришел глава города Андрей Гаранин. Пригласили хорошего тренера, у которого есть и баскетбольные заслуги, как и на тренингском поприще, так и на личных достижениях. И сейчас мы видим, что этот вид спорта становится у нас действительно очень популярным. Сейчас занимается уже 90 детей. Видим, что количество детей желающих у нас увеличивается. Поэтому приняли решение, что с 1 сентября мы вводим ставку еще дополнительного тренера по баскетболу. Любой вид спорта в Губкинском развивают с привлечением профессионалов. Но бесспорно, самое основное – это сильный командный дух и желание ребят. Тренер отличный. Мне нравится, как он тренирует его программы и так далее. Сегодня в секции тренируется более сотни ребят разного возраста. Занятия проходят по полтора-два часа, 3-4 раза в неделю. Записаться в секцию по баскетболу можно на сайте спортшколы «Олимп». Занятия для новичков начнутся в сентябре. Эх, друзья, свежий воздух, солнышко. Эх, согласитесь, такая погода прям манит, чтобы выйти и погулять по нашему городу. К слову, мест для активного отдыха и прогулок в нашем городе много. Кстати, инсайт. Для любителей активного отдыха и прогулок с ветерком – хорошие новости. В городе стартовал летний сезон проката роликовых коньков, самокатов и велосипедов. Таких мест у нас два. Один из них – тропа о здоровье. Прокат открылся у нас 21 мая 2022 года. Резим работы с 11.00 до 21 часа. Понедельник – выходной. Для тропы о здоровье он прокат подготовил велосипеды, электросамокаты, самокаты простые, коньки роликовые. Еще одно место, где губкинсы могут приобрести спортивный инвентарь, находится в 14 микрорайоне. Спортивная школа Олимпийского резерва «Фортуна» начинает сезон проката летних видов развлечений. У нас есть велосипеды, самокаты, есть скейты, роликовые коньки. Досуговый центр работает у нас все дни, кроме понедельника, с 10 часов до 10 вечера. Располагается по адресу 14 микрорайон, дом 52. Чтобы взять на прокат инвентарь, следует прийти в пункт проката с документом, удостоверяющий личность. После записи вас в журнал можно смело отправляться на прогулку. Эх, друзья, вы знаете, все-таки прекрасно проводить время на свежем воздухе, да еще и с ветерком. Когда будете брать этот спортивный инвентарь, не забывайте о правилах езды, не забывайте о пешеходах, которые ходят по дорожкам. И, конечно же, возвращайте этот спортивный инвентарь в целости и сохранности. Ведь помимо вас наверняка найдутся люди, которые тоже захотят прокатиться по просторам нашего красивого и необъятного города. Друзья, продолжаю серию своих тренировок, где я вместе с тренерами проверяю свои силы и возможности в разных секциях нашего города. В прошлой программе я посетил Губкинский скалодром, где нас встретила приветливая, улыбчивая и профессионал своего дела Нина Никитина. Честно признаться, было очень сложно, и, как оказалось, все самое интересное было только впереди. А пока я вам предлагаю вспомнить моменты первой части нашей тренировки. После моего восхождения на скалодром тренировка на этом не закончилась. Нина Никитина подготовила для нас комплекс упражнений, которые помогут укрепить мышцы рук и повысить нашу выносливость. Но я вас долго томить не буду, лучше посмотрите сами, что же у нас получилось. Я нашим зрителям сказал, что ты подготовил для нас небольшой комплекс упражнений ОФП. Что же там будет? Будет всего три упражнения. Первое упражнение – это будут классические подтягивания на зацепках. Второе упражнение – это будет скалолаз в динамике. И третье упражнение – это будет отжимания на полруки. Слушай, ну я вот настолько прочувствовал, вот пока лез вот по этой трассе трудность. Вот скажи, пожалуйста, насколько важно все-таки выполнять упражнение ОФП, готовить свое тело? Ведь, в принципе, после такой вот трассы, так скажем, все забито и как бы ты себя хорошо чувствуешь. В данном случае упражнения направлены не для того, чтобы забить твои мышцы или чтобы ты устал сильнее. Они направлены для того, чтобы твой организм был готов сопротивляться и ты мог пролезть еще выше. И поэтому эти упражнения делаются, чтобы ты становился сильнее, выносливее и преодолевал. Так, мы сейчас с тобой подтягиваемся, да? Да. А как? Что делаем? Выбираем две удобные зацепки, повисаем и делаем классические подтягивания, чтобы подбородок равнялся на уровне рук. Выходил. Пробуем? Да. В целом, я думаю, у меня хватит. На самом деле, так, ну, подтягивания, кстати, на самом деле не так легко делать, как на обычном турнике, потому что тут, во-первых, даже пальцы напрягаются. На обычном турнике это чувствуется не так, поэтому это круто, необычно. Чувствую, что в конце этой тренировки я просто поползу домой. В целом, думаю, мне хватит. Паш, на этом мы не заканчиваем. Это еще не все. Мы перейдем ко второму упражнению. Второе упражнение выполняется в динамике. Упражнение называется скалолаз. Твоя задача – встать ровно. Повторяй за мной. Поднимаешь правую руку. Хорошо поднимаешь, выпрямляя ее. Поднимаешь левую ногу. И в динамике меняешь. Колено поднимаешь максимально высоко груди. И быстренько делаешь. Вот. А для чего вот это вот упражнение? Это упражнение считается сложно-координационным. Оно делается для того, чтобы твой мозг успевал за руками и ногами, и ты мог уследить за своим расположением на стене. В данном случае, когда ты бежишь в скорость, именно так это и происходит на стене. Сначала ты это осваиваешь на земле, потом применяешь там. Друзья, это жесткое кардио. Мало того, что ты тренируешь дыхалочку, так ты тренируешь еще ручки и ножки. Это вот такое вот упражнение, особенно под конец, когда я рук вообще не чувствую. Ноги еще более-менее. Но настроение внутри просто бомба. И как Нина говорила, нам осталось последнее упражнение. Нина, это что? Это отжимание, только это необычное отжимание. Мы будем делать отжимания с согнутой рукой. Данное упражнение направлено на то, чтобы синхронизировать работу рук, когда левая рука, либо правая в блоке. Грубо говоря, когда ты находишь на снег, ты одну согнутую держишь, вторую ты выбрасываешь. То же самое и здесь на отжиманиях. Одна рука у тебя остается согнута, вторая работает на разгибание и сгибание. А что, как вообще это упражнение-то выполняется? Принимаешь упор лежа, ноги на ширине плеч, кладешь одну руку на локоть, вторая у тебя прямая. И делаешь классические отжимания, ну, просто с опорой на эту руку и все. Потом меняешь. И также на вторую руку то же самое. Ага, понял. Данное упражнение отличается от обычных отжиманий тем, что еще сильнее задействуется плечевой корпус, также подключаются мышцы кора. И рука, которая находится в упоре именно на сгибание-разгибание, там подключается предвлечье и сама головка бицепса. Не, ну это, конечно, была крутая тренировка. Ты знаешь, вот пользуясь случаем, хотел бы спросить, а вот, допустим, если человек вот эти упражнения будет делать дома, во сколько раз ему делать? Ну и как вообще тренироваться для тех, кто только начинает и для более опытных? Упражнения, которые ты только что выполняла, они могут выполняться, как ты сказал, и дома. Подтягивания, которые ты делал на зацепке, можно заменить классическими подтягиваниями на турнике. Если само выполнение подтягивания дается тяжело, то можно сделать либо с помощью резинки, она будет снимать твой вес и будет проще. Либо с помощью пола, отталкиваясь от пола, ты подтягиваешься, задерживаешься 2-3 секунды и обратно. И так, ну, по 5-7 раз на подход, в принципе, будет неплохо. Расскажи, чем крут этот вид спорта? Данный вид спорта, мне кажется, не так популярен, как футбол, может быть, плавание, но он очень полезен. Он универсален в том плане, что когда ты работаешь на стене, у тебя задействованы все группы мышц. Начиная от кончиков пальцев ног, заканчивая кончиком пальцев рук. Поэтому, если к нам приходят маленькие детки, они более цепкие за счет своей физиологии, а взрослым более сложно. Ты сам это прочувствовал, то есть малышка быстренько хоп-хоп все пролезла, а у тебя были трудности. Это связано с тем, что, как правило, в жизни группы мышц предплечья или микроволокна, они не задействованы. И когда ты начал лазать, ты их задействовал. А так как они у тебя до этого практически не напрягались, то тебе из-за этого стало и тяжело. Нин, спасибо тебе большое за то, что ты уделила нам свое свободное время, поделилась теми знаниями с нами, со зрителями. Кстати, к слову, друзья, здесь есть группы и для взрослых, для взрослой категории людей, кто хотел бы заниматься скалолазанием. Приходите, вам расскажут, покажут и потренируют лучшие специалисты. Вот как сегодня Нина меня потренировала. Это было незабываемо, это было круто. И поэтому, Нин, спасибо тебе большое. Что бы ты пожелала вообще нашим телезрителям? Я бы пожелала телезрителям не останавливаться на обычных видах спорта, стандартных, которыми они занимаются. Развиваться, пробовать что-то новое, узнавать из себя что-то новое. И всегда оставаться в хорошем настроении. Друзья, это была тренировка по скалолазанию вместе с Ниной Никитиной. Занимайтесь спортом и вместе идем через терник звездам к своим целям. Друзья, я часто рассказываю о интересных спортсменах. О людях, которые придерживаются здорового образа жизни, но практически ничего не говорю о себе. И поэтому я решил запустить новую рубрику, которая называется «Будни спортивного корреспондента». В ней я расскажу и покажу наши рабочие моменты, немного о своем питании, о режиме тренировок. И, честно признаться, я немножко волнуюсь, потому что в роли блогера я пробую себя впервые. Поэтому не судите строго, а начнем мы сразу с наших трудовых моментов. Так, ну что, настало время выездной съемки. Сейчас поедем снимать программу «Сила спорта». Будем общаться с нашими респондентами. Я постараюсь вам показать о том, как же все это проходит и насколько интересно и прикольно. Но сейчас мы идем к нашему оператору, потому что без оператора корреспондент жить не может. Вот этот вот самый оператор, тот самый профессионал своего дела, идет со мной снимать программу «Сила спорта». Не удивляйся, погнали! Пару лайфхаков от оператора Дениса Гимпа. Как нужно уверенно снимать влоги. Денис, нужно быть уверенным в себе и знать, что ты говоришь. Тогда не важно, как ты выглядишь. Приятно, когда можно во время работы совмещать приятное с полезным. То есть сейчас и покататься можно, и поснимать. Здорово! Да, Данечка? Давай стендап быстрее писать. Друзья, всем привет. Программа «Сила спорта». Новый ведущий. Подписывайтесь, ставьте лайк. Видео своих спортивных обзоров присылайте на адрес электронной почты, которые вы видите на своих экранах. Друзья, вот, закончив съемку на одном объекте, направляемся на другой. Вот наша боевая колесница. Сейчас я познакомлю вас с нашим водителем. Вот он наш водитель Александр. Тот человек, который доставляет нас с ветерком на все съемки. И мы направимся на тропу здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь очень много, оказывается, людей, которые занимаются, бегают, тренируются. Тропа популярная. Это хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, пока записываю стендапы на программу «Силы спорта», приятно видеть и наблюдать, что вот на многофункциональной площадке возле четвертой школы. Посмотрите, сколько народа, сколько любят заниматься спортом. И вот футбольчик, там вот баскетбол. Поэтому приятно, что губкинская молодежь всегда за спорт. Готовь! Готовь! сейчас расписывать и писать текст. Ну и, конечно же, нельзя забывать о перекусе. Субтитры создавал DimaTorzok Заканчивая программу, не хочется процитировать каких-то великих людей, а просто искренне от души вам сказать. Друзья, ставьте перед собой цели, достигайте их и не сворачивайте со своего пути никогда назад. Поэтому только вперед, будьте здоровы, смотрите «Силу спорта». Павел Науменко будет с вами на связи. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова